Добрый вечер дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Сегодня начнем с ужасной новости, поступившей из Краснодарского края. 8 июня в городе Краснодар произошло страшное преступление. Там, как сообщает РИА Новости, произошел конфликт между 28-летним мужчиной и 5-летним мальчиком, являющимся ему приемным ребенком. Из-за ситуации, которая источником не раскрывается, нелюсть нанес мальчику удар рукой по голове. После чего он, его жена, это мать ребенка, легли спать. На следующее утро супруги обнаружили, что мальчик мертв. И чтобы скрыть следы преступления, отчим вывез тело ребенка, положив его в сумку в лесополосу, рядом с рекой Кубань, где его закопал. Спустя пару дней, после случившегося, супруги решили инсценировать исчезновение мальчика. Они как бы отправились на отдых к реке Кубань, точное место не называется. И сообщили в полицию о том, что мальчик там исчез. Сотрудники уголовного розыска проводили поиски весь день 11 июня, о чем сообщали в СМИ. Позже было возбуждено уголовное дело по пункту В, части 2, статьи 105 УК РФ. Это убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. Это стандартная процедура. Следователи всегда возбуждают уголовное дело, если пропадает малолетний. Для подстраховки. Когда ребенка находят, дело просто прекращают. Но не в этом случае. Когда в результате грамотно организованной и спланированной работы следователя при участии следователя-криминалиста, с помощью сопровождения сотрудников уголовного розыска была установлена причастность этого подонка к совершенному преступлению. Он был сразу задержан. Детали следователи, конечно, не сообщают. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. И это настолько ужасная история, что переварить ее нормальному человеку очень сложно. Я даже не знаю, что ужаснее. То, что подонок убил маленького мальчика, или то, что мать прикрыла нелюдя, убившего ее дитя. Не знаю, это пипец какой-то. В Крыму, в Кировском районе, 4 человека, из которых 2 ребенка пострадали в ДТП. Вот как все произошло. Вчера, 11 июня, в 21.05, водитель автомобиля ВАЗ-2108 врезался в каток, который ехал перед ним. В ДТП пострадал сам водитель и пассажиры 2003, 2009, 2014 годов рождения. Всех доставили в больницу. Жизнь детей, слава богу, ничего не угрожает. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра.